не знаю стоит ли вообще об этом снимать в общем есть вот вот это вот это ценники с автозаправок но если кто хотел узнать как устроены здоровые семисегментные индикаторы можно их рассмотреть поподробнее только ничего необычного не ждите устроены не крайне примитивно в общем есть здесь они устроены по-разному есть здесь такой вот она ужас вот плата управления в общем так вот делали в одиннадцатом году вообще схематические они все одинаковые просто по-разному исполнены то есть здесь вот все мозги на самой плате здесь понятно все навесным монтажом и на вот этой светодиоды выполнены отдельно до каркас этого всего вот такого вот интересного материала в общем видно что это вот такая вот алюминиевая панель и внутри находится пластик вроде как называется алюминиевая композитная панель и вообще их забрал только ради этих панелей да вот еще какой-то тоже сегмент который отправится на мусорку и всех них только вот это вот более-менее нормальная здесь отдельно вот сегменты и сама панелька цельная вот это все таки будет порезана и отправлена на мусор что касаемо вот этой платы которая управляет этими всеми этими сегментами да и судя по остаткам блока питания все это работал от 15 вольт так вот на этой плате есть входной буфер и на каждый сегмент по сдвиговому регистру который на который подключена сборка дарролингтона здесь вот видно лн 2803 а сборка это hc 4094 ну что за буфер залито лаком непонятно а c245 стандартная элементарная логика опять же вот он вход и вот он выход дальше а это вход питания я так понимаю который идет на этот конденсатор в общем все крайне примитивно ну и в таком случае каждый буфер сборка дарролингтона и двиговый регистр стоит на каждом таком вот сегменте ну и вот она подключение все это кстати для припайки используют витую пару в общем а вот это где уходит нашли их на подобную плату на платы такой платы от этого индикатора нету здесь интересная плата тем что здесь каждый светодиод шунтирован резистором вот поэтому если какой-то стадион сгорает просто сгорает светодиод они вся линейка но видимо не здесь соединены последовательно если один стадион дохнет гаснет вся эта полосочка 1 и тут как видно три полоски подключены в общем светодиоды подключены параллельно последовательно вот они эти входные резисторы по 100 ом и пошли последовательно подключенные светодиоды но здесь вывод каждого сегмента а б питания массы понятное дело нету еще можно попробовать даже его подключить может даже работает да кстати вот что получилось из того блока питания про него тоже надо видео снять всего не успеть и сюда проходила нужно будет еще припаять так значит это у нас питание плюс сюда идет так наверно лучше с этой стороны вот он плюс и минус до какого-нибудь сегмента сегмент c но он даже работает какой-нибудь их какой-то сегмент скорее всего будет дохлый так то живо это тоже почти вот он там светодиод не работает это нет ну вот некоторые светодиоды не работают кстати вот эту плату можно использовать для управления вакуумно-люминициентными индикаторами здесь на каждый сегмент получается по сборке дарлингтона и управление высоковольтное почему я сразу не додумался до этого начал заказывать какие-то редкие сдвиговые регистры с ключами по выходу да уж думаю без ардуинки обзор будет неполным вообще устройство всего этого очень похоже на подобный модуль где на каждый сегмент по своему сдвиговому регистру ну и управление соответствующее а на этом разъеме но здесь просто питание 5 вольт для логики так ты данные защелка для сдвиговых регистров и включение выходов регистра вот только вот куда применить этот индикатор а ну понятно что можно сделать огромные часы только надобности в них нет а вот плату управления можно использовать с вот такими вот она индикаторами ну на этом всем спасибо за внимание пока